Привет дорогие друзья и зрители, с вами Павел, и сегодня я проснулся пораньше, чтобы прийти сюда и показать красоту английской деревни. Так что заварите свой любимый чай или кофе, и мы начинаем. Вот, друзья, недавно на пробежке я обнаружил вот эту тропу, которая именно дальше выводит к небольшому поселку, а за ним уже и город. Вообще, люблю бегать в таких местах, со свежим воздухом и тенью. Честно признаться, в Китае мне приходилось идти в парк или на пляж, так как там очень сложно бегать по городу из-за трафика или пешеходов и авто, и тяжелого воздуха. А здесь вот, что мне нравится, я вышел или захотел, там и побежал. Кстати, чем мне нравится деревня, вот здесь это, что здесь есть такие вот общественные тропы через чье-то хозяйство. Вот, посмотрите на это поле, на холме просто красота. И при этом любой пешеход может пройти от дома к дому через него. И это здорово. Вот, собственно, еще одна причина. Первая – это природа, а вторая – это вот такая вот человеческая, я не знаю, простота, близость. Считаю, что жить в поселке – это здорово. А если в нем еще налажена инфраструктура, так это вообще улет, автобусы, магазины и места для досуга. А за остальным можно и в город съездить и провести вечечер. Это мое чисто субъективное мнение, ведь для кого-то жизнь в городе – это романтика. Чувствовать себя одиноким воином в каменных джунглях. Кому-то может нравиться вид с окна 25 этажа на светливую толпу внизу. Изморин. Я был там, я знаю, и мне это тоже нравилось. Лошади. Ну, со временем, да, временем. Время мы, люди из поколения миллениалов или миллениалов, родившихся с 80-х по 2000-х, мы рассчитываем и тратим время на себя, да, так как это называемое поколение «я-я-я». Мы не спешим создавать семьи, мы не думаем, как помочь себе, мы думаем, как помочь себе, а не человечеству. До 30-ти лет, да, мы ищем себя. И это нормально, мы родились в время, когда нам было чуждо, что такое стабильность. Мы росли во время безстабильности, развала и кризиса. А еще, что мне нравится, вот здесь можно найти какое-то свое место, знаете, никем не вхожное, редкое. То есть в городе уже все, что можно, все видели, обходили, а здесь вот находишь что-то интересное. Территория какого-то, скорее всего, старого дома. Видно планировку, фундамент, сейчас завалено, либо какие-то конюшни были. Такой интерес полазить по такому лесу, старому. А в городах что? В городах люди, молодежь, у них нету такой возможности полазить по такому вот старому лесу, зикой природой, поэтому они уходят в стройки, в заброшенные дома. Вот основные причины, по которым бы я выбрал какой-то, скажем так, пригород города, поселок возле города. Ну что, спасибо, что посмотрели это видео, и в последний момент давайте насладимся видами этого холма. Спасибо. 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 В общем, здесь на прилавке стоят разные товары, на них цена написана. Если вам что понравилось, просто оставляйте здесь 1.20 и забирайте это с собой. Вот. Донейшнс. Вот. Говорят, если вам нужна информация по уходу с этими растениями, как их содержать, пожалуйста, обратитесь к нам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.